Угрожает ли большая вода населенным пунктам республики? Сегодня этот вопрос обсуждали члены комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ледоход на реках республики уже начался. Так на Цивиле уровень воды поднялся почти на метр. Если прогнозы метеорологов на стремительное повышение температуры воздуха оправдаются, то и снежный покров на полях растает в ближайшие недели. Экстренные службы перейдут в режим повышенной готовности. А пока специалисты проверяют состояние дамб. Очистка их от наледей и ледяных пробок в случае наличия таковых водосборных и водоподпускных сооружений. К периоду половодья готовятся и специалисты Роспотребнадзора. В населенных пунктах, попавших в зону затопления, необходимо отобрать пробы питьевой воды в централизованных сетях, колодцах и скважинах, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. По данным исследований инверет 2020 года, из источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано 50 проб воды. Из них несоответствующих проб выявлено в 20% случаев. Удельный вес несоответствующих проб ниже, чем за тот же период прошлого года. Были выявлены несоответствующие генетическим нормативам пробы воды из реки Сура в городе АллатРь, из реки Волга в городе Новочебоксарск. Если качество питьевой воды не будет отвечать нормам, то необходимо подготовить альтернативные источники. Такое поручение властям на местах дал Олег Николаев. Идет рекомендация главам администрации осуществить подготовку альтернативных вариантов водообеспечения населения. Вот, Винянин, я думаю, что это все-таки более высшая задача. Под вашим руководством это все должно происходить. И уже сейчас, отметил в Рио главы региона, необходимо начать подготовку к пожароопасному сезону. На первый план выходит профилактическая работа. В главном управлении МЧС по республике рассчитывают провести рейды в частном секторе муниципалитетов. В зоне риска шумерля. Здесь немало пустующих бараков, которые горят каждое лето. Представители города взяли под контроль аварийные объекты. Их будут поэтапно сносить. Эти бараки действительно принесут беду, потому что рядом с ними другие жилые дома, почти такие же деревянные, двухэтажные. В этом году мы снесли уже 14 бараков. В этом году, вот за первый квартал, мы снесли три барака. Будем изыскивать средства и предпринять все необходимые меры. Одной из причин пожаров в МЧС называют неисправные печи, камины и загрязненные дымоходы. Уход за ними, равно как и строительство новых, лучше отдать в руки профессионалов, отметил Олег Николаев. К обсуждению этой темы в Рио главы региона предложил вернуться позже. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.